здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта и сегодня я запишу обзор рынка с мнением краткосрочным и среднесрочным по таким инструментом индекс доллара евро доллар фунт доллар а также натуральный газ bitcoin эфир и по другим немножко в двух словах пройдемся и так напомню я во вторник на битве аналитиков давал торговые рекомендации на покупку индекса доллара и по другим инструментом там евро доллар фунт доллар я говорил что скорее всего мы будем падать так как все смотрится на снижение еще на прошлой неделе когда я на выходных дел обзор я говорил что мне нужно еще день-два чтобы определиться конкретно с рынком и чтобы понять точно будет ли индекс доллара расти в принципе как видим график индекса доллара во вторник показал очень хороший рост мы с моими учениками и подписчиками закрытого закрытого канала про сигнал сработали на снижение по евро доллару на рост пара доллар франка там очень хорошо получилось взять движение там раньше вошли нежели по евро доллару у меня ученики еще с прошлой неделе удерживает фунт доллар на шорт мы еще шортили для тех кто там среднесрочно торгует поэтому очень очень неплохо выдалась неделя в плане долларовых пар на текущий момент что я могу сказать по индексу доллара я вижу что у нас дальше будет движение наверх по индексу доллара в район сто шесть плюс минус да там сто пять и восемь ключевой уровень на текущий момент возможно у нас развивается какое-то коррекционное движение у нас пятница трейдеры которые всю неделю покупали индекс доллара или по другим парам валютным они уже немножко фиксируют свои покупочки заработанные деньги нужно фиксировать и из-за этого рынок возможно немного скорректируется поэтому кто желает спекулятивно работать на коррекционное движение возможно она продлится в район 104 5 стоп 100 104 3 возможно даже такое глубокое будет коррекционное движение вот как было у нас в конце августа где-то в район 104 не исключаю да поэтому спекулятивно можно в принципе работать на снижение индекса доллара а для тех трейдеров кто среднесрочно торгует я бы потихоньку кто ранее не покупал индекс доллара условно потихоньку бы подбирал с текущих или уже с понедельника вторника смотрел и на коррекции с этих зон уровней которые я назвал подбирал бы индекс доллара да кто ранее покупал индекса долл индекс доллара напоминаю на всех своих обзорах на битвах аналитиков с артемом деевом да я советовал покупать индекс доллара среднесрочного в район 105 106 да мы принципе первые цели на 105 который я называл точнее у нас 105 я называл так 104 6 да мы эти цели сделали то есть это максимум у нас от марта и нам еще нужно сделать максимум зимы текущего года да то есть в районе 105 8 и после того как мы достигнем этих уровней я буду искать точки входа на шорт по индексу доллара но когда они появятся просто так шатить понятно и не буду по каким-то причинам у нас присутствует как мы видим достаточно сильный уверенный тренд наверх полтора месяца поэтому пока он не сломлен пока не показано обратное было конечно пару точек хода который я пытался там спекулятивно работать на снижение индекса доллара там по другим парам где-то срабатывало спекулятивно там на день-два где-то она не срабатывала да то есть поэтому вот так дальше что касается евро доллара евро доллар у нас есть картинка одинаковая вот мы шартили последние несколько дней евро доллар с ребятами и на текущий момент спекулятивно мы зафиксировали скажем шарты по индексу по евро доллару шарты и вчера вечером под конец дня я предложил на спекулятивно с коротким очень 100 плоско там около 20 пунктов зайти на ложный пробой уровня 107 и спекулятивно взять какую-то коррекцию локально мы ее сделали там около 25 пунктов возможно это движение еще продлится в район 107 50 и даже в район там 107 70 это следующий сильный уровень сопротивления ну возможно там 108 не исключаю такую коррекцию по евро доллару поэтому спекулятивно с очень аккуратно можно работать на коррекцию по евро доллару мы с ребятами вчера входили в районе 107 и дальше вот давайте покажу вот вот мы входили в закрытом канале просигнался это ученики подписчики мои то есть мы шартили поэтому я предложил дальше очень аккуратно кто желает войти с коротким стоп лоссом за там около 20 пунктов получалось войти ну кто скажем не желает вот так рисковать подождать коррекции если она продолжится там приблизительно сегодня там понедельник вторник дальше искать какие-то понятные точки входа на снижение там если не ошибаюсь следующей неделе будет инфляция поэтому рынки накопят возможно будет и слома вот этого всего то есть по факту я буду смотреть уже поэтому смотрите следующие обзоры битву аналитиков так далее дальше что у нас еще интересного так фунт-доллар фунт-доллар аналогично очень красиво он падает напоминаю кто смотрел мои обзоры в августе битву аналитиков я говорил фунт ниже 1 28 только шортить вот вот этот здесь очень крупная модель мои ученики знают что это за модель модель корень очень мощная и смотрите какое хорошее движение мы проделали вниз да с глубокими коррекциями вот мы одно движение взяли потом я говорил здесь возможно среднесрочно дальше пробовать шортить есть один ученик который здесь шортил и в эту позицию удерживает на текущий момент аналогично как по евро доллару возможно намечается какая-то коррекция и после ее где-то в район 125 50 плюс минус возможно 126 в зону трендовой линии мы скорректируемся как варианта возможно эта коррекция не будет такой глубокой как я ожидаю и дальше будем искать точки входа на шорт понятно что есть ученики которые повыше намного зашортили они сейчас спокойно сидят себе сделки и скажем не дергаются туда-сюда спокойно зашли и себе торгуют данные инструменты и скажем так как рынок не всегда дает такие хорошие точки входа все время рынок может дать одну хорошую точку входа дальше такие сложности ты не понимаешь где войти где-то входишь раньше он выносит и так далее поэтому в обзорах в принципе я это говорил и нужно нужно этому учиться дальше принципе по валютным инструментам по другим картинка одинаковая давайте перейдем к другим инструментам по натуральному газу вот здесь интересная картинка он конечно здесь уже два месяца с лишним накапливает мы здесь брали хорошие движения некоторые наверх по натуральному газу и в принципе у нас я не исключаю еще одного одно хорошее движение наверх возможно она будет там в район там на 280 возможно 3 и выше там 323 50 как вариант обязательно со стоп лоссами у нас еще присутствует восходящий тренд такой он сложно его назвать восходящим такой коррекционно восходящий тренд последний там условно полгода да пока он пока он еще сохраняется и зона поддержки 2.40 2.50 она удерживается есть еще шанс вырастен по натуральному газу поэтому пробуем пробуем покупать если мы эту зону сломаем то наверное натуральный газ пойдет очень очень далеко вниз в район 2 доллара и ниже там 1 в 1 90 1 80 поэтому обязательно соблюдать риски лучше пусть сработает стоп лосс нежели потом пересиживать вот эти просадки понимаете да можно ошибиться и рынок может глобально уйти вниз и потерять там получить маржин колл поэтому очень аккуратно по металлам по индексам фондовым очень у нас удачно все произошло на этой неделе мы шартили золото я еще с прошлой недели говорил ребятам пробую пробу пробуйте шарти золото серебро вот серебро просто красавчик смотрите какое движение вниз еще на прошлой неделе говорил что серебро и золото я жду очень сильного снижения мы отсюда отбились в принципе даже это я в предыдущих обзора говорил которые делал и на битве аналитиков во вторник подтвердил что золото шорт я и в закрытом канале советовал шортить и на битве аналитиков поэтому не постфактум да то есть я не рассказываю какие-то сказки что здесь мы вошли здесь вышли так далее то есть вы видели кто смотрит внимательно я давал рекомендацию по золоту мы зафиксировали половина позиции дальше ждем что произойдет и непонятно что это коррекция или это новое движение глобальное вниз поэтому мы сидим часть позиции вынесет по без убытку будем смотреть кто удерживает позицию возможно после коррекции у нас продолжится движение пока новых идей по золоту по серебру я давать не буду я жду следующей неделе там ближе к инфляциям если не ошибаюсь да что у нас инфляция должна быть где-то там вторник среду по сша сформируются какие-то новые паттерны и дальше будем работать работать ну и по рынку криптовалют биткоин у нас делает небольшой вынос локальных откатных да я пока за снижение по биткоину я жду обновление 1 25 тысяч ждать это дно а рынок уже определить будет рынок дайте или нет я думаю что у нас был импульс 31 августа у нас сейчас идет коррекционное движение на такое сложное с выносами это нормально вот у нас предыдущие тоже было накопление вынос на вот здесь аналогично весь август то есть поэтому небольшой вынос сформируются хорошие модели подтверждение можно дальше брать кто торгует с большими стоп-лоссами то в принципе можно спокойно набирать bitcoin как спокойно обязательно с каким-то ограничением потому что выйдет какая-то новость bitcoin улетит ракетой наверх там две-три тысячи и все поэтому bitcoin приоритет ниже 26 150 я бы шортил от откатит в район там 27 тысяч смотреть там реакцию если будет реакция хорошая то дальше дальше заходить шор по эфиру аналогично у нас идет тест 1650 возможно коррекция будет более глубокая и возможно это уже более интересно крипта будет как вариант уже с на следующей неделе у нас выходные биткоин эфир на выходных большинстве случаев он стоит на месте да ну и фондовые индексы вкратце очень удачно во вторник заширкили s&p 500 по хорошим ценам 4510 nasdaq заширкили очень красиво мы с ребятами зафиксировали про signals s&p 500 половина позиции половина удерживаем на более глубокий обвал если эта коррекция мы уйдем наверх мы выйдем по безубытку часть позиции новых идея не буду давать так как жду жду дальше что сформируется в текущем импульсе вот логично nasdaq тоже шортили в районе 15500 то есть вот в эту вот в этом диапазоне мы шортили до 15500 вот это движение вчера я на минимумах посоветовал здесь закрыться половина позиции дальше половина в безубытке и посмотреть что дальше будет поэтому такой краткий обзор на пятницу есть несколько спекулятивных как я уже сказал есть среднесрочные идеи поэтому обязательно с рисками со стоплосами так как рынок можно ошибиться вот как я в понедельник проморгал там некоторые инструменты там были стоплосы но вторник среда четверг мы хорошенько все отбили и заработали на этом движении все да какие-то не были прям мощные движения но два дня у нас среда вторник среда четверг у нас инструменты неплохо там золото доллар франк мы покупали золото шортили s&p шортили nasdaq шортили евро чуть-чуть шортили то есть в таком формате пока на этом все если вас будут возникать какие-то вопросы на сайте кухня capital есть информация по обучению по закрытому канале pro signals пишите в личку telegram отвечу на все вопросы поэтому пишите всем удачной торговли хороших выходных на следующей неделе встретимся там будет детальный обзор рынка плюс битва аналитиков возможно ближе там понедельник вторник будет ситуация еще более понятная по рынку пока а